МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Молочные реки. В столице Чувашии прошел 5-й республиканский фестиваль молока. Неожиданная находка. В центре Чебоксар обнаружили 8 надгробных памятников 19 века. Бегом за здоровьем. В Чувашии прошел фестиваль бега кросс-наций. Почти 740 миллионов рублей получит Канаш из федерального бюджета. Соответствующее соглашение между правительством республики и фондом развития моногородов уже подписано. Этот и другие вопросы обсуждали сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. В дополнение к 740 федеральным миллионам рублей еще 240 выделят бюджет республики на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, развитие инновационных проектов. Канаш планируют сделать с центром биотехнологического кластера. Здесь построят завод по глубокой переработке пшеницы. Проектная мощность около 100 тысяч тонн зерна в год. Следующее направление – создание индустриального парка площадью 38 гектаров. О намерении сотрудничать уже заявили 15 предприятий. Задача наша сейчас, прежде всего, Минэка, соответственно, с предпринимателями отрабатывать, потому что условия соглашения там жесткие. Они должны свои обязательства выполнять. Надо своевременно, качественно оформлять документы. С запуском новых проектов планируется привлечь в регион около 8 миллиардов частных инвестиций. Глава Чувашии подчеркнул, в Канаше создадут более полутора тысяч рабочих мест. Люди могут планово переходить, трудоустраиваться, получая новые специальности. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это высокотехнологичная производство, потому что на новом месте появляются эти производства. И от производительности труда, конечно, уровень зарплаты намного будет выше. Для нас это самое главное. На совещании обсудили вопросы нелегальной реализации алкогольной продукции. С начала года Минэком было проведено 538 проверок, 16 организаций не получили лицензий. За деятельностью лицензированных компаний ведется постоянный мониторинг. К административной ответственности было привлечено 1 индивидуальный предприниматель и 9 организаций на сумму 1 миллион 260 тысяч рублей. В том числе 5 организаций по фактам нарушения лицензионных требований. Две организации, один индивидуальный предприниматель по фактам реализации алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками на сумму 610 тысяч рублей. И две организации, сладкая жизнь НН и Копейка Повожье за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Наиболее остро стоит вопрос работы круглосуточных пенсионных заведений и так называемых киосков с фанфуриками. В городах республики их немало. Опасность отравления некачественным алкоголем усугубляется ухудшением криминогенной обстановки на улицах. Мы вынуждены пересматривать планы единой дислокации постов и маршрутов и активно приближать наружные службы именно к этим точкам. Фактически вместо того, чтобы нести службу по известным методикам, обеспечивать безопасность граждан в микрорайонах жилых, по крупным улицам, сотрудники полиции, особенно в Ново-Чебоксарске, сегодня вынуждены фактически охранять эти точки круглосуточного розлива спиртсодержащих напитков. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал все ведомства и службы наладить эффективное и комплексное взаимодействие для решения данной проблемы. Ситуацию на Чувашском броллере также не осталось без внимания. Нынешний директор не исполняет свои обязательства, предприятие практически встало. В госком имуществе отмечают признаки преднамеренного банкротства компании. Глава Чувашии напомнил, 49% акций принадлежит республике. И сейчас органы власти должны принять действенные меры по сохранению чувашского броллера. Татьяна Леонтьева, Надежда Якулева, Андрей Шоклев, Республика. На еженедельном совещании главы Чувашии обсудили вчерашнее ДТП с участием мотоблока, которое произошло на 50-м километре трассы Сура в Красночитайском районе. В результате аварии погибли три человека, еще шесть получили ранения. По предварительным данным, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Автомобиль Ниссан Тиана столкнулся с попутным мотоблоком, выехал на встречную полосу движения и врезался в Мазду. Как сообщили в пресс-службе МВД, у мотоблока не было ни светоотражающих элементов, ни габаритных огней. С начала года с участием этой техники произошло девять аварий, в которых пять человек погибли и двенадцать пострадали. Михаил Игнатьев поручил правоохранительным органам заняться этим вопросом. Молочные реки текли в минувшие выходные в столице республики. В Чебоксарах прошел пятый традиционный фестиваль молока. И рассказывает о нем наш корреспондент Татьяна Молокова. Облачное, без прояснений, с осадками в виде молока. Чебоксара-арена превратилась в молочный рай. Тот и конкурс на самую вкусную продукцию и молочные маски, дегустация на любой вкус. Шесть крупнейших производителей молока, молочных продуктов, сыров представили на фестивале своей экспозиции. Попробовать их продукцию вкусную, качественную и полезную мог любой желающий. Всего в Чувашии работают 16 предприятий, которые перерабатывают 200 тысяч тонн молока в год. Причем их общую мощность можно увеличить до 370 тысяч тонн. При общем дефиците молочной продукции в России 8 миллионов литров Чувашия себя полностью обеспечивает и даже часть вывозит за пределы республики. «Предприятия, которые находятся на территории Чувашской республики, они способны конкурировать с любыми ведущими производителями молока и страны нашей. То есть у нас молоко, я считаю, очень качественное. И сегодня из инвестиционных проектов готовятся два проекта. Пока рано немножко о них говорить, но проектируется. Это вот один крупный завод в Чебоксарах и также инвестиционная площадка, как вы назвали уже и Замбаевский завод. Тоже они будут расширять производство. Кроме этого, ядрин молоко тоже. Каждое предприятие ежегодно вкладывает очень много инвестиций, расширяет линейку». По данным Всемирной организации здравоохранения, человек в год должен потреблять до 330 килограммов молочной продукции. В Чувашии по статистике эта цифра 256 килограммов. Производители готовы к увеличению спроса. «Сами себе полностью обеспечивают, излишки молочной продукции вывозятся. Это во-первых. Во-вторых, сегодня мотивация для производителя молока, она намного стала лучше. Хозяйство научились прибыль зарабатывать». Предприятие молочной промышленности Чувашии получает государственную поддержку. На развитие молочного скотоводства в 2016 году предусмотрено 347,5 миллиона рублей. На сегодняшний день аграриям уже выделено порядка 300 миллионов. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. 1 октября – Международный день пожилых людей. Сначала этот праздник стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов прошлого столетия уже во всем мире. Его учредили для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей пожилого возраста, изменить отношение к старости, улучшить качество жизни пенсионеров. В нашей стране этот возраст для мужчин наступает в 60 лет, для женщин – в 55. В России проживает более 42 миллионов пенсионеров. Это практически 30% населения страны. В момент выхода на пенсию у человека возникает много вопросов. И зачастую, не найдя на них ответы, он испытывает сильнейший стресс. Большая часть жизни уже позади. Трудовая деятельность тоже. Дети выросли. Материальное положение меняется не в лучшую сторону. Многим требуется социальная поддержка в самом широком смысле слова. В России насчитывается больше тысячи стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В Чебоксарах в 2013 году все центры помощи пожилым, семьям и детям объединили в один комплексный центр. Сотрудники отделения в Новоюжном районе за несколько лет разработали десятки кружков по интересам и более десяти социальных программ. Детский сад для пожилых. Арт-терапия очень сильно развита. Это кукольный театр. Совместно взрослые дети у нас играют. Дом-мод жемчужина. То есть наши бабушки сами своими руками придумывают из подручных материалов различные там шляпы, платья и сумочки. И, конечно, еще одна такая интересная очень программа у нас, экспресс-бабушка. Это бабушки-волонтеры ухаживают на волонтерской основе, на бесплатной основе за маленькими детьми из многодетных семей, где семья одинокая, мама живет, где дети инвалиды. Комплексный центр предоставляет все формы социального обслуживания. Стационарное и дневное пребывание, обслуживание на дому. За 9 месяцев этого года более 32 тысяч жителей Чебоксар получили 312 тысяч различных видов социальных услуг. Кроме этого, в центре действует физкультурно-оздоровительная программа. Бабушки и дедушки занимаются гимнастикой и скандинавской ходьбой. Когда вот смотришь, 80-летняя бабушка садится на шпагат, наверное, только глядя на это нужно радоваться, что такие учреждения они сегодня есть. Тем более наши пожилые дома уже не хотят сидеть. Они научились уже как бы организовать свой отдых, заботиться о своем здоровье. В центре созданы все условия для комфортной жизни. Тренажерный зал, музей, молельная комната, комната отдыха, концертный зал. В творческой мастерской происходят чудеса. Бабушки и дедушки ловко превращают кусок глины в красочных дымковских птиц. Полоски бумаги в неповторимый натюрморт. Маргарита Ильина живет в центре почти 11 лет и по состоянию здоровья не может вести активный образ жизни. Она признается, что пришла сюда сама и уходить не собирается, несмотря на то, что у нее есть дом и семья. За ее плечами долгая жизнь, полное событий. До сих пор волнуется, когда вспоминают встречу с другом детства Адрианом Николаевым после его приземления. Он вместе с делегацией приехал на экскурсию на завод, где работала Маргарита. Они прошли в календарь. Я его увидела. И он меня увидел. Адриан говорит, что ты, я конвейер длинный, а что проходить? Я через конвейер перепрыгнула. Мы обнялись. Ко дню пожилых людей комплексный центр социальной защиты готовит масштабную программу, в которой смогут поучаствовать все желающие. Это встреча с ветеранами, выставки, музыкальные поздравления, благотворительные акции и многое другое. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах открылся фестиваль науки. В мраморном зале Дворца детского и юношеского творчества развернулись 63 стендовые презентации и 21 мастер-класс от самих учащихся. Направления самые разные. Физика, астрономия, информационная технология, химия, биология, экология, география и технология. Андрей Андреев, выпускник 59-й столичной школы, представил на фестиваль макет ракетоносителя «Буран». С этой моделью он был финалистом международного салона «Макс» в Жуковском. В течение нескольких лет уже идут споры, скопировали ли советские ученые нашу энергию «Буран» от американского спейс-шаттла или же нет. Мне это очень стало интересно. К тому же мой учитель технологии служил в ракетных сайсках и часто рассказывал о том, как он служил на космодроме Байконур. И рассказывал разные истории, как они запускали ракеты. После того, как я прочитал разную информацию, я захотел сделать сам проект и саму ракету. В течение полугода я собирал свою ракету из разных совершенно деталей. Ни одна деталь не была куплена в магазине. Моя ракета была сделана из тонкого листового металла, разных радиодеталей, деревянных деталей. Я работал на токарном станке. Цель такого фестиваля не просто дать ребятам возможность показать свои достижения, но и установить контакты между школьными, научными сообществами и педагогами. Важно также и создание условий для обмена опытом и научной работы. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Практически в центре Чебоксара на пересечении улиц Гагарина и Мопром строители обнаружили 8 надгробных памятников конца 19-го, начала 20-го века. Судя по именам, принадлежали они известным в Чебоксарах людям. Откуда взялись могильные плиты и что с ними делать в нашем сюжете? Три дома по улице Мопра дождались своего часа. На днях их снесли, а под одним строители обнаружили странные опоры, очень похожие на мраморные. Когда откопали, ужаснулись и кинулись звонить историкам и археологам. В качестве шашек под первым венцом бревенчатого дома были использованы мраморные могильные плиты. Черные, скорее всего, это габрадиобазы. Есть черный гранит и остальные из красноватого гранита, уже нам привычного. Ну, достаточно красивые классические породы для надгробий. Это очень дорогие изделия. Безусловно, они были доступны только богатым людям, которые могли себе позволить это сделать. Ну, мы видим металлизированное золочение. Даже спустя сто лет с лишним прекрасно сохранились надписи, и мы их легко читаем. Два камня, скажем, они рассказывают о известном роде купцов-хлеботорговцев кушевых. Этот род известен тем, что занимался предпринимательством в больших размерах, то есть поставки хлеба осуществлялись в больших размерах. Один из представителей рода Кушевых в советские годы стал профессором медицины и работал в Саратовском университете. Это значит, что никаких захоронений на улице Мопра не было и нет. Но сам факт, что дом стоял на могильных плитах, украденных с городского кладбища, как-то неприятен. Впрочем, соседи давно подозревали что-то неладное. Ну, он был странный дом, на самом деле странный дом какой-то. В чем странный? Ну, какой-то вид, какой-то, что-то от него, какой-то дух, что-то такое было. Вся улица, так говорили. Но мы не знали, что стоит именно на этом памятнике. Нехорошая квартира, точнее дом, вроде бы строился как детский сад, хотя мог находиться и в частном владении. Это можно выяснить. А вот хозяева могильных плит, если можно так выразиться, в городе хорошо известно. Дом этот, начало постройки 1930-х годов. Именно тогда было закрыто и стало разрушаться городское кладбище. Скорее всего, эти надгробья с городского кладбища сюда были привезены и использованы в качестве камней под венец, нижний венец этого дома. О находке уже сообщили в Минкультуру и Краевический музей. В ближайшее время решат, что с ней делать. Специалисты очень благодарны строителям, которые проявили такой интерес и уважение к истории города. Не разбили и не кинули памятники, чтобы избежать хлопот. Это красноречиво свидетельствует о том, что современное общество более цивилизовано, чем 90 лет назад. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. А теперь о спорте. В неожиданно теплые для этого сентября выходные жители Республики покоряли спортивный Олимп. Всероссийский кросс-нация в Чувашии охватил 60 тысяч человек. Среди участников были профессиональные спортсмены, приверженцы здорового образа жизни, взрослые, дети и даже собаки. Дмитрий и Марина Михайловы – мастера спорта по легкой атлетике. Несмотря на то, что большой спорт остался в прошлом, свою жизнь без бега Михайловы не представляют. Вот и двухгодовалые дочки Вики решили прививать с любовь к атлетике с детства. Всю дистанцию малышка преодолела самостоятельно. Для меня главное – это здоровье, здоровый образ жизни вести. Всем чебоксарцам желаем и побольше таких соревнований. Всего в массовом забеге на Чебоксарском заливе приняли участие 16 тысяч жителей Республики. Присоединился к ним и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Очень много положительных эмоций, очень много детей, очень много родителей, и бабушки, и дедушки. Вот это радует нас, вот это здорово. Чувашия присоединилась к акции «Всероссийский день бега» 12 лет назад. И с тех пор количество участников растет в арифметической прогрессии. В этом году на старт вышел даже четвероногий бегун и преодолел дистанцию быстрее хозяйки. Свою роль сыграли нижеутренние пробежки и хорошая наследственность. Впрочем, владельцы тоже уверены, что регулярные тренировки приносят и пользу, и удовольствие. Дарина Игнатьева, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. А сегодня вы еще узнаете о новинках предприятия «Оконт молоко», которое было представлено на фестивале «Молока-2016». До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Молоко, кефир, сметана, творог, сыр. Свыше 20 номинований различной продукции выпускает «Оконт молоко». Около павильона предприятия на фестивале «Молока-2016» весь день было много посетителей. От вкусных изделий поклонников разных возрастов просто не оторвать. Покупала, но не часто. В принципе, очень достойно. Молоко вкусное очень. Молоко. Я всегда покупаю только окондовское молоко. У них огоров свои. И молоко жирное, вкусное молоко. И йогурт тоже вкусное. Очень нравится. Конфетами. Вкусные конфеты, да. А сейчас молоко пробую. Да, но тоже вкусно. «Оконт молоко» – крупнейший производитель молочной продукции в Чувашии. Молочный комплекс объединяет весь производственный процесс. Сырье с ферм сразу же направляются на переработку на находящийся поблизости собственный молочный завод. Ассортимент «Оконт молока» представлен широко под брендами «Открасули» и «Гармония дня». Эта продукция продается не только в Чувашии, но и во всех регионах Пауложьи. Сейчас предприятие работает над расширением ассортимента. На фестивале молока была представлена как традиционная продукция – творожная масса, кефир, варенец, молоко, сыры, так и новая. Йогурт клубника – это натуральный молочный продукт и исключительно натуральные ягоды. Для предприятия важно поддержание высокого качества продукции. «Оконт молоко не используют ГМО и растительные жиры», что подтверждено документально. Комплекс производства молока и молочных продуктов с замкнутым контуром производства. То есть мы производим корма, доим молоко, производим молоко и молочные продукты. Она отличается натуральностью, которая заключается в том, что жизненный цикл молока от дойки до фасовки минимален. И, соответственно, покупатели получают свежее молоко. Высокое качество продукции фирмы «Оконт молоко» подтверждают многочисленные награды. На фестивале проходила тайная дегустация. В ее рамках кефир с жирностью 2,5% «Гармония дня» от «Оконт молоко» занял первое место с большим отрывом голосов. Высокое качество продукции фирмы «Оконт молоко» подтверждают многочисленные награды. Во всех них труд людей, занимающихся любимым делом и несущих большую ответственность за результаты своего труда. Лучшим сотрудникам «Оконт молоко» вручили грамоты Министерства сельского хозяйства Чуваши. Министерства сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Чуваши. Министерства сельского хозяйства